Хочу поздравить тебя, увидел ролик с крещением твоим. А, спасибо, благодарю. Рад за тебя, наконец твои мытажства закончились. Да, был сложный путь, очень так, нелегко мне все это далось, вроде бы казалось бы, что там, пойди и прими крещение, вроде бы со стороны кажется все так легко должно быть, а внутренне это, в душе оно все по-другому происходит. Тут еще, знаешь, мытажство, в чем я вижу, не то, что твой поиск в православии, да, но поиск священника, который крестит погружением, а то, что выбор веры, сколько ты выходил, посмотрел всякого. А, ну, ты знаешь, у свата Олега я пробыл где-то месяца 4, и он, понимаешь, как я уже предупредил там в группе, если ты видел, может быть, сообщение, я написал Игнатию Тихоновичу, вообще людям он, я еще тогда заподозрил за ним, что он как бы выискивает людей, и вот так вот он таким способом выходит. Он так вышел на Александра Друсенко, он ему помог, я думаю, что он помог ему выйти из православия, он уже на Романа Малыша выходил, с ним общался, то есть у него царь одна, вывести людей из православия, он его ненавидит, он прямо по нему это видно, он готов общаться с любым еретиком, не важно, кто это, Александр Дмух, он будет с ним общаться, главное, чтобы не был в православии. Я еще параллельно участвовал в группе, может быть, ты знаешь, там один там священник, был там, его запретили, помню, Александр Миронов его зовут, он там ведет свою группу там, в общем, ну, может, ты это не знаешь, и он тоже там пребывал. Ну, в общем, он на меня вышел, буквально последний раз я уже, последний раз я туда зашел, чтобы уже потом, я думаю, все, не буду туда заходить, в ту группу, и он буквально на меня, давай пообщаемся, ну, давай. И так он меня к себе затянул. Четыре месяца я пробовал, потом Александр Андрусенко подключился, потом вот этот Владимир Скок подключился, и он уже, причем, он уже с ними общался, имел с каждым как бы свое общение. С Александром Андрусенко он уже имел общение, и потом мы все вместе так сгруппировались, разбирали слово, вроде бы было ничего, так, вроде бы у него подход не показался правильным, он так, ну, как бы так, скорпулезно читает писание, вот так вот, как бы, вроде бы, мне казалось, вроде бы все хорошо. Но потом, значит, так как я уже принял предания церковные, то есть, я принял святых отцов, но я видел, что для них это, как бы, это для них неприемлемо, они не принимают. Ну, и закончилось все тем, что мой, как бы, так сказать, роковым решением выйти оттуда оказалось то, что они не принимают, все они принимают там Святую Троицу. Они не принимают Ада Агмата Святой Троицы, ни один, и не принимают Царь и Градский неокийский символ веры. Значит, я их расспросил каждого, там никто, там были еще другие люди, значит, один там из баптистов, Игорь, еще там, никто из них не принимает Святую Троицу, никто. Все, и для меня это стало, как бы, все, ключевым моментом, я решил покинуть раз и навсегда эту группу. Вот как ты думаешь, есть здесь улана Духа Святого, когда они вот отрицают вот Троицу Господу? Улана Духа Святого, ну, ну, я-то как бы сложный вопрос. А почему тебя так и заволновало это? Вот взволновало меня потому что, потому что я знаю, к чему ведут эти последствия, к тому, отрицание Дагмата Троица ведет к тому, что потом идет отрицание Божества Иисуса Христа, и потом вследствие этого идет отрицание Божества Духа Святого. Якобы Дух Святой это какой-то, вот, как бы, просто энергия, сила, вот, как это учат свидетели Сторожевой Башни. Они пришли к таким откровениям после того, как они отвергли Святую Троицу. Теперь, если у них не вмещается три, им надо оставить одну личность, они оставляют Бога Отца, теперь Иисус Христос у них уже как бы Божественная Личность не вмещается, и Дух Святой тоже как Божественная Личность не вмещается. Теперь надо что-то с этим делать, и вот они приходят к таким еретическим откровениям. Я просто знаю, что на каком-то этапе кто-то из них, они начнут приходить к таким пониманиям, и все. Мне интересно, ты посмотри, он же причем подходит, у него подход, он очень мягко подходит, не грубит, он грубых слов не говорит против православия, но я о Свате говорю. О Свате, да. Он же лояльно как мягко подходит, стелет. Ну я через четыре беседы его отшел, не смог я с ним общаться. Да, у него есть такой подход, он как бы, он принимает, он как бы как говорит, что это все это динаминации, когда последние уже разы я общался. Я когда уже принял крещение, потом они меня к себе позвали, ну приходи, как ты там себя чувствуешь. Ну я зашел к ним, долго я с ними не смог, они сразу на меня ополчились. Да вот, и там, это Олег Сват особенно, в общем. Ну, он как бы говорит, ну что ты перешел в другую динаминацию, он мне говорит. Ну как я перешел в другую динаминацию, я перешел в истинную церковь. Он говорит, ну как же, говорит, ты открой, говорит, этот, википедию и посмотри, говорит, посмотри, что такое христианство в википедии. Где-то перечень динаминаций, конфессий, и в этом перечне находится православие. Ну как бы он, мол, говорит, ты, говорит, просто перешел, то есть у них нету этого понимания. Видишь, как у Игнатия Тихоновича, что вот эти динаминации, конфессии, это все, дьявол прикрыл это все. Они, к сожалению, принимают это все. И объяснить... Причем это не новое, а это же все существовало. Они назывались до революции, вот эти люди, больнодумцы. Их тоже немного было, их и преследовали тогда, и полиция, и церковь на них гонение устраивало. Они были, это же все повторяется буквально через сто лет. Вот сейчас, меня понимаешь, меня это волнует, из-за чего вот Александр Андрусенко, меня больше всего за него я переживаю, я смотрю, как тут тоже человек меняется. Я вот сейчас смотрел этот ролик, Муха выставил этот Александр, ересь не смотрел. Я давал ссылку там на форуме о еретиках. То есть он сделал православных в общую кучу сгреб, вот алкоголики говорят, а ересь по Евангелию на одной ступени. Ты про Александра Дмуха говоришь, да? Ну да. Да, я видел, как раз сегодня Игнатий Тихонович говорил за этот ролик. Да. Ну так вот, видишь, какую они войну ведут. Да, войну страшно не ведут, а казалось бы, да что там, где-то эта группа существует. Я тоже вначале безобидно к Олегу Свату относился. Я еще, уже давно я заметил за ним, я его как-то раскусил на этом, я говорю, откуда ты, говорю, находишь этих людей? А он говорит, а тебе какое дело? Он мне так резко в защиту. А тебе, типа, какое дело, откуда я нахожу этих людей? То есть я вроде бы это, а сейчас он на меня ополчается, он не пишет в скайпе, значит. И я, он, значит, просматривает все видеоролики Игнатия Тихоновича, он там читает все там комментарии, в общем. Ну там Игнатий Тихонович там зачитывает то, что какая в скайпе переписка ведется. И он это все просматривает. И что-то он меня решил там уловить. А, я, значит, уловить он меня решил на том, что я там написал комментарий, что там кто-то начал отписывать, что, мол, еретиков раньше сжигали, там, когда во время католицизма, вот, раньше такое было. Но я написал, что этого, конечно, не надо делать, что, ну, как бы, ну, это уже суд конкретный, как бы, ты уже все, человека без, уже все, ты он, уже все, ты его на смерть отправляешь. Ну, я написал так, что лучше их отправлять в тюрьму для исправления. Ну, он, значит, прочитал тот комментарий. Ну, и все, говорит, где ты, говорит, в Писании-то увидел? Где, подокажи Писанием, что надо-то в тюрьму отправлять, где Господь повелевает? Ну, я ему привел место Писания, что, вот, Дафан Аверона Корея, что, говорит, это хуже, чем тюрьма. Ну, он меня, он меня в ответку обозвал этим Дафаном Авероном Акореем, что я их не последователь. Ну, далее, в общем, в общем, у него такое сильное ожесточение против православия. Ну, что сказать, у нас, нас ждет беда большая, видишь, как написано в откровении, дано ему было вести войну со святыми и победить их. Православие, оно, конечно, оно не устоит против вот такого натиска сектанства, оно растет вообще там колоссально, просто колоссально. Да, да. И они-то ратуют за это, чтобы как можно больше численность была. Малое стадо, да и во все времена христиане были гонимые, были в малом количестве, где-то миллиарды, миллионы христиан видели. Вот, поэтому православия, ну, конечно, скоро не будет. Посмотрите, сколько я сегодня, кстати, беседовал с одним человеком. Выходит, очень много выходит. Ну, вот на почве его с проблем, там, с этим, с патриархом, с документами. Конечно, выходят люди, а не видишь, они никуда выходят, потом начинают метаться. Ну, тем не менее, сатан, он делает свои дела, он убеждает. Да, сложно, конечно, да. Ну, а у тебя-то как сейчас происходит? Ты причащаешься, священник к тебе приходит так, исповедовать? Ну, конечно, конечно. Ну, а без этого я не знаю, как я вот, хоть и редко, раз, два раза в год, вот, причащаюсь. Ну, а я уже не могу, у меня как сердце уже на разрык идет, значит, через полгода не причащаюсь уже. Такое состояние начинается, терзания такие, знаешь, ну, неспокойствие, в общем, у души. Без причастия никак нельзя. Ну, конечно, да, я согласен. Ну, то как у тебя самочувствие-то какое сейчас? У тебя же, я так понял, у тебя рак, да, обнаружили? Да, че там, ну, это самое, как это сказать, по признакам, да, но, я не знаю, Господь-то делает так, что у меня, у меня был гепатит С, занесли мне в больнице, такая серьезная форма была, вот, после операции, потом отек легких, ну, такие болезни были, которые не лечатся вообще. Вот, потом еще там с почками проблемы были, камни огромные, и все, все, Господь вылечивало, стрелял. И сейчас, смотри, что-то пошло на поправку. Ну, слава Богу, шутил. Стало есть поправляться. Господь тебе, да, продлит жизни твоей, чтобы, конечно, еще, вот, потому что... Я, когда выставил вот эту картинку, ну, я уже лежал, как, еще месяц назад, у меня, я похудел. Да я видел тебя, ты вообще никакой был, ты весь синий был, у тебя прям рую, все, ты прям как мертвец был, у тебя вообще жизни не было. Ну, вот, а мне люди пишут в этом, в скайпе, там, в этих соцсетях, куда, говорит, пропал, почему роликов нет. У меня уже сил нету даже писать, мышку нажимать нету сил. Вот, и я эту картинку сделал, как ответ, знаешь, чтобы людям всем сказать, куда пропал. А там, как пошли молиться, там, я не знаю, в день десятки людей, десятки в этих соцсетях, в контактах. А я не ожидал даже, понимаешь, и вот после вот этих молитв массовых, у меня резко пошло на выздоровление. После того, как ты там в группе выставил, да, это... Ну, да, и после того, как вот это люди, они в соцсети, в контакте в основном заходят, в контакт, в скайпе, там... Ну, я понял, ты везде выставил, да, то, что, да, я понял тебя. Я же не просил, я не просил молиться, я просто как ответ дал людям, что со мной происходит. Понимаешь, а тут как устроилась уже, а не прям такая вот соборная молитва получилась. И все, и Господь видишь, по молитвам людей, возможно, и подают. Да, конечно. Ну, дай Бог тебе, конечно, чтобы Господь продлил тебе жизни, потому что ты тем более доброе дело делаешь, ты видишь, как бы тоже ведешь свою работу. Потому что, действительно, сейчас такое время, вот, я не знаю, вот, как вот ты оцениваешь православие сегодня, есть ли как бы дальнее, что в дальнейшем ты будет, ты со многими людьми общаешься. Община не создается, община практически, ну, нигде нету. То, что вот есть у Игнатия Тихоновича, людям сегодня не под силу создать, то есть у людей нету... Вот, казалось бы, да, вот сейчас у Игнатия Тихоновича, вот мы все пребываем, там есть разные люди, но они не могут, как Игнатия Тихонович, стать и создать общину, как-то взять себя в руки, выйти как-то там в своих храмах, как-то объединиться, что-то сделать. И, ну, нету, нету пока такого. Ну, я чисто из откровения, вот, опять же, беру, что когда ее сам Господь соберет, церковь, вот оно, оно сейчас есть где-то, и на приходах люди, которые, знаешь, люди и пишут, и звонят, они видят вот то, что происходит в православии, они все это прекрасно видят, но они не понимают, что делать, куда метаться, куда идти, вот, и они остаются как бы в ожидании, в таком, знаешь, вот, и это самый правильный выход, когда, вот, помнишь, в Евангелии Господь сказал апостолы, когда он им наказал, он говорит, сидите и ждите до Пятидесятницы, вот, и сейчас такие же времена настали, когда не надо, потому что, посмотрите, что творится, это православие ровут на части, на куски, кто за патриархом, кто против, кто по Спартаку, кто Чипа, и кто куда, и между собой, главное, война идет, поэтому остаются единицы, где оно, православие, где ты его увидишь, я же говорю, единицы, вот, единственное, в интернете можно Лапкина увидеть, смотрят его все, вообще, все священники, все священники, все, кого не посмотришь, они его языком говорят, понимаешь, да, хоть тайна дает, смотрят, да, смотрят, конечно, тайна, потому что его языком все говорят, да, дай им Господь, если я, если они послушают и исправят ситуацию, ну, исправли ничего, а оно, не было его и нет, есть какие-то, знаешь, подвижники такие вот, стараются что-то делать, их обрубают на корню все равно, я не знаю, может быть, это Господь так делает, что вот православных таких, можно сказать, ревнующих, да, ну, в вере стоящих, евангельских, которые любят Слово Божие, они рассеяны по всему миру, то есть Господь их, как бы сейчас вот, ну, как вот, знаешь, так вот, разбросал на каких-то определенных расстояниях, ну, для проповеди, я не знаю, для чего это сделано, вот, ну, для того, чтобы потом собрать вместе их, но сейчас, я не знаю, вот идет вот такое, что нельзя, понимаешь, невозможно соединиться, и каждый, посмотри, люди, и вот, и с кем общаешься, ну, видишь, рожденный, если у всех жажда найти по духу человека, никто не может найти, это вот единственное, я же говорю, в Барнауле потеряя какие-то там вот такие места просто, ну, я верю в то, что я почему в общину попросился, я уже, может, не ради себя, ну, ради матери, вот, я верю, что в последнее время, вот, именно там Господь соберет церковь, почему-то у меня такое ощущение есть. Ну, я так подумал, если мы все в потеряевке соберемся, мы все эти наши тут места оставим, да, то кто здесь будет благовествовать, кто здесь будет делать, мы все соберемся, мы все уедем, и, возможно, мы там, в той потеряевке намного принесем меньше плода, чем мы могли бы здесь принести, и, поэтому, Господь нас раскидывает, как это было в деяниях, Господь, Он рассеял, посмотри, как сейчас, какие люди к нему разные заходят, и вот, ну, сегодня не было, а на то занятие зашла женщина из Ливана, а Ливан-то тут и здесь, близко через границу, казалось, да, то есть, там женщина нашлась, и тоже ищет истинные поиски веры, православия, христианства. Ну, все, все с этими вопросами, конечно, все жажду такую имеют, что где кого искать, я это прекрасно понимаю, когда у меня произошло вот это, вот это, я не понимал, что со мной произошло, ну, вот, в 2006 году, я тогда не знал, ну, я прочитал одну Библию, например, без толкования, без всего абсолютно, чисто-чисто писание, и все, и вот, а Господь, Господь сам, сам учил, то есть, я ложился спать, вот, и просыпался от того, что как будто меня будили, говорят, просыпайся, тебе ответ пришел, то есть, днем, когда я, когда мне вопросы появлялись, то ночью я получал ответы на них, вот, и уже потом, когда я начал смотреть, там, ну, как обычно, там, 2007-2008 до 2010 года, ну, Смирнова, там, потом Осипова, Осипова, ну, обычный набор такой, все смотрят, вот, и только потом уже я встретил Лапкина, понимаешь, это уже в каком году-то, я не знаю, вот, шесть лет, наверное, назад я начал слушать его, я понял, что со мной рождение произошло, понимаешь, а вот так вот не было бы его, да, вот, и лежал бы я себе, я бы не знал бы, не понимал бы, и ко мне священники приходили, причащали меня, вот, и мне никто об этом не сказал, абсолютно. То есть, ты, ты хочешь сделать вывод, что именно благодаря Гнатию Тихоновичу, ты, у тебя вот это вот, произошло, ну, скажем, это вот этого возрождение, да, как бы духовное твое? Нет, возрождение, оно, оно произошло до, но я не понимал, что со мной происходит, я уже услышал от него, из его проповеди, что со мной произошло, понимаешь, нигде я, сектантов-то я не слушал тогда, ну, там много было всяких, и американских вот этих проповедников, вот, и у меня как-то вышло от прощения, понимаешь, я понял, я православный, зачем мне вот это все, мне это не нужно, вот, я как бы в православии вот так шастал, шастал, а где, там, я понял, ну, я православный, что-то мне, что-то не хватает, понимаешь, вот святые тут какие-то святые, надо мне святых, святым молиться, а у меня что-то и понимания такого не было, кому, каким, я уже нам, брату, звоню в Канаду, я говорю, брат, что делать, может, я не православный, почему я не могу святым молиться? Тут единственное непонимание о рождении от Бога, вот, и все, рождаешься от Бога, и пусть скажешь Господу в сердце свое, и начинаешь жить с Господом, один ответ на все. Да, слава Богу, конечно, что у тебя это произошло, рождение свыше, вот, но я могу сказать, что у меня рождение свыше еще там, конечно, произошло, в протестантизме, я так горячо уверовал, горячо, я помню, я уверовал, у меня еще отец был верующий, он ходил, тоже у него такой путь был, он же тоже, мы вместе принимали крещение, он даже немножко первее меня там, он начал вдруг православных слушать, а я еще так, как бы, я еще, я ему даже говорю, да пап, да ты че, че ты их слушаешь-то, они там, че тебе, чему они тебя научат-то, вот, а потом как-то, так сказать, я же через Игнатий Тихоновича полностью обратился к православию, а получилось так, что я на фейсбуке, на фейсбук заходил, раньше, я чаще заходил, уже сейчас реже, одно время, еще тогда в протестантизме, я следил за одним, может быть, тебе знаком этот человек? Алиберт Исаков не знаком тебе? Не знаком, он был баптистом, значит, занимался апологетикой харизматов и пятидесятников, его это, в основном, это была вся его деятельность, он пытался, как бы, он защищал баптизм, и опровергал пятидесятничественную харизматию, и я за ним так наблюдал, он там много видеороликов выставлял и так далее, а потом вдруг раз, резко, и он становится православным. У него, кстати, есть сайт, но он почему-то свое свидетельство удалил, но ты можешь прописать его сайт, называется ереси.нет, и сегодня этот сайт полностью православный, а раньше он был полностью баптистский такой, и там одна была апологетикой, сегодня ты зайдешь, ты скажешь, да что, сайт раньше разве был? Да, раньше сайт был полностью. А у него даже там остались, ты можешь просмотреть, у него в ютубе есть, я тебе потом пришлю, у него ранние его видеоролики, там все только вот эта апологетика. А потом, значит, ну, ты знаешь этого человека, ты с ним общался, кто, как его в Америке там его зовут, который против Игнатия Тихановича выступал? Скворотовский. Скворотовский, да, он выставил как раз у него, вот у этого Альберта Исакова, значит, он тоже там у него частично еврей, у него там кто еврей, я там не помню, то ли дед, то ли там, ну, у него фамилия еврейская. Вот, и, значит, выставил у него видеоролик Игнатия Тихоновича от баптизма к православию, и там как раз, может быть, ты помнишь этого человека, был такой, через него обратился, через Игнатия Тихоновича Дмитрия Сорокин. Жена у него вроде осталась там в баптизме, а он перешел в православие. А, я понял, ну, они же были в Патереевке, всей семьей Тихоновича. Да, да, он там принимал крещение. Ну, и все, я посмотрел этот видеоролик, и вот это было первое семя, так сказать, мое к принятию православия. И так, постепенно, потихонечку я начал, как бы, мне открылась, понимаешь, мне открылась истина, что разрыв этот, у них все, у них, понимаешь, в чем их несектанство, они, я не апостольский, а дальше-то все обрыв, а что дальше? У них-то нету ни святых отцов, ничего, Иоанн Златоуст, никого у них нету. Полный обрыв, а что дальше? Это что, церковная история обрывается? Дальше нету, то есть, как бы, этот, получается, живой организм умирает, его фактически нет. И он появляется вот со временем реформации. И то не сразу, там у Мартина Лютера были свои заблуждения, но потом он что-то делал, потом все лучше, лучше и лучше, и вот мы сегодня, как бы, вот, те протестанты, которые, вроде, мы уже сегодня стоим на правильном пути, такого не должно быть. Церковь, она не может обрываться? Церковь, она, это стройный организм, это, Господь сказал, все церковь создамы, ну, церковь создамы и врата ада не одолеют ее. Вот, и для меня это были, так сказать, вот эти местописания, которые Игнатий Тихонович приводил с собеседниками в скай-беседах, они для меня стали краеугольным камнем православия, то есть, церкви Христовой. И все, я зацепился за эти стихи, и все, я так начал двигаться. Ну, видишь, если бы Господь, он все равно не открытый был бы, как бы ты, это только от Бога, Господь так делает только. И ты видишь, на каком, на моем пути, какие были сложности. Потом мне попадается Олег Сват, то есть, понимаешь, он, как он, он, это, ну, в том году, он еще тогда, Игнатий Тихонович, он же здесь был, и все, и я даже, я-то поначалу, я-то поначалу-то думал, что он как раз-таки вот нейтрально относится к православию, он баптист, ну, он как бы, он вроде бы, я сначала-то думал, что он хочет православных, как бы просто с ними Слово Божье изучать, разбор Библии, ты понимаешь? А потом у меня, а потом я увидел, что он, наоборот, он выводит их, у него тактика, у него целый план вывести людей из православия. Он хочет с ними, да, он хочет с ними делать разбор, изучать Слово Божье, ну, этим методом выводить их, то есть, методом только Библии, только Писание, потому что я ему задавал вопрос, я говорю, ну, скажи, вот, Игнатий Антиохийский Богоносец, ну, что они, для нас не авторитет, это ранние века, это ранние ученики апостольские, что он не отвечал? Ну, это для нас не авторитет, они как бы якобы в Библии не записаны, для нас это уже не авторитет, то есть, понимаешь, какая получается? Ну, люди и отвергают предание полностью, о чем-то можно говорить, конечно. Он руководствуется якобы Духом Святым, что его Господь, Дух Святой, учится, оставляет и все. И попробуй ему что-то. Да, и бесполезно, бесполезно. Я четыре месяца с ними пребывал, я каждый раз после беседы с ними, и я просто, ну, я выходил какой-то больной после них, я просто, как будто я заболевал, ты знаешь, я вроде бы, вроде бы они только Писание, вроде бы они так это все, но в тот момент, как я познакомился с Игнатием Тихоновичем, с его видеороликами, с его сайтом и с ним самим по скайпу, я уже где-то на протяжении пяти-шести лет вообще никуда не ходил, никуда. Я знаю, что такое быть в одиночестве, когда ты один и никуда не ходишь. Я вышел, у меня произошло разочарование в этих всех динаминациях, я по-разному ходил собранием, я был в разных собраниях. И на каком-то этапе у меня произошло какое-то такое, ну, я разочаровался, ну, такое какое-то внутреннее опустошение произошло. И я вышел, и я пребывал дома сам один, ну, и ждал, и ждал, и искал, ну, вроде бы я понимал, что надо-то быть в церкви, вроде бы одному не должно быть. Но я как бы, ну, куда эти, да, православие для меня было закрыто полностью. Они, как правило, вот, все же вот эти вот харизматы там, да, они же живут, в принципе, миром этим, да? А было бы понимание такое, что церковь и мир, они несовместимы? Не, ну, у меня, конечно, было понимание, у меня было понимание, что я читал Писание, послание, послание Якова, где говорил, что или вы друзья Богу, или вы друзья миру, то есть, ну, вот это вот, что вражда между миром и Богом. И все эти места Писания говорили мне, я понимал, и там люди, многие искренне, они верующие, они, я могу сказать даже, что они возрождены свыше, потому что у них сильный поиск Господа, вот, они жаждут Господа, но я скажу, что вот это вот прохождение страстей, да, у них, я скажу, на очень слабом уровне, практически, такого осознания, которое я нашел в православии, и я там не нашел. То есть... Ну, такое исследование себя на страсти, да? Не существует совершенно, практически на очень слабом уровне. Есть какое-то понимание греха, греховности, там понимание, там, ну, там, если там пьянство, там, блуд, там, всякое там есть, ну, настолько сильное вот понимание, вот, ну, примерно, если я так назову, это примерно вот, может быть, ты видел вот этого, как же его зовут? Школа покаяния, может быть, ты видел? Как же его зовут? Масленников у него фамилия видел? Он там разбирает. Да, да, я видел. Ну, это мой отец, он за него зацепился, у него был этот толчок к православию, а я, у меня как раз через Игнатия Тихоновича это произошло. У них нету такого, я могу сказать, потому что я пребывал там довольно-таки значительное время, и я скажу, что люди не борются там со страстями, постов совершенно нет. Каждый постится, когда ему захочется. То есть, нету, нету таких постов, как вот, как вот сейчас пасхальный пост приближается, великий пост, и все знают, что вот, ну, такого нету. Каждый постится, когда ему заблагоразумится. То есть, какое понимание, вот, люди отрекаются, допустим, бросают пить, там, курить, блудить, да? Вот таких вот основных грубых страстей. Да, грубые, грубые, да, вот такие грубые страсти. Блуд именно, вот там, 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 наркомания всякая, там, вот, пьянство, воровство, что там такие именно грубые, там, рождаются свыше. Немногие, ну, глубокого прохождения у них нет. Я не, нет. Ну, как Ирина Тихонович говорит, на первой ступеньке засыхают. Да, да, на первой ступеньке. У них нет учения самого об этих страстях. Во-первых, у них нет учения о мотарстве. Все это отсутствует полностью. Учения о мотарстве. А загробные жизни, я скажу, у них очень слабое, развитое учение. Практически его не существует. Я не находил. Я очень много их литературе перечитал. А загробные жизни у них вообще ничего. Ну, а это не говорит ли о привязке к миру? Если не говорить о жизни вечной, то тогда ты будешь о мире больше говорить, правильно? У нас в православии, это больше, у нас с темой это и не сходит. И отсутствует о Царстве Небесном, о жизни вечной. Так оно и получается. И поэтому сейчас, если у меня как бы сравнивать, я могу сказать, что в православии оно намного глубже. То есть в православии есть глубина. Вот как выразился один епископ в Греции, тоже бывший некогда протестант, он с англиканской церкви перешел. Ну, как это, я не знаю, кто-то это за церковь признает. У них там как бы есть епископат ихний. Они пытались диалог вести с православной церковью. Ну, вроде как бы безрезультатным в конце оказалось. Ну, вот он перешел в православие. Калис, его зовут Калис Туэр. Он сказал, что православие – это полнота христианства. Вот я могу тоже это сказать его словами, что православие – это полнота. Вот у них нет этой полноты. Вроде бы есть… Ну, видишь, ты говоришь, нет учения о загробной жизни. Да, зачем оно нужно, если они спасены, если они себя признают спасенными. То есть как и легко обрести спасение, да? Да. И у них получается вот этот материализм, но вот это вот, понимаешь, у них вера. Вера во многом, как вот здесь, в этой земной жизни, как бы, как здесь вот. А у них, знаешь, у них в основном это развито сильно, как вот здесь вера, вот что-то вот происходит в жизни. И вот надо молиться Господу, вот верить, верить там вот в материальное, то есть вот, чтобы Господь благословил там-то, там-то в этих нуждах земных. То есть, а это получается, как Господь сказал, ищите прежде Царствие Небесное, а все остальное приложится вам. Получается, по сути, они ставят материальное. Хотя они говорят, нет, мы… Нет, они же будут отрицать. Они скажут уже, нет, мы ищем Царствие Небесное. Но, по сути, в ихнем учении, так как они верят, если сравнить их, не молитвы, вот повседневно, как они молятся. Загробные учения у них очень… А загробная жизнь очень слабо развита. Пусть покажет, если они скажут, нет, но покажите ваше учение, покажите, мы почитаем ваше учение. Азия начала Христа принимать. Посмотри, миллионами, опять же, организуются секты всевозможные. Но, опять же, вот эти харизматические. Возьми вот Южную Корею, что там происходит. Десятитысячные, статысячные залы собираются. И растет эта церковь, их не подняла по часам. Вместе с этим вера у всех разная. С этим интернетом сейчас каждый себя ощущает, там, оракулом готов проповедовать. А у меня вера такая. Я с ним говорил недавно. И вот я ему по Евангелию делаю. Ну, вот так написано, так Господь сказал, так апостолы. А он говорит, да у меня вера другая, я по-другому верю. Вот Господь сказал, когда приду, найду ли веру на земле, да? А действительно, верующих будет очень много. Будут все верующие. Вот эти храмы, которые они сейчас в России понастроили, они будут заполнены верующими. Ну, что за верующие-то будут? Что-то она объединит всех в одну религию. Ну, так и есть, да. Конечно, развитие, скажем, у них, как они развиваются. Они, конечно, так это... Даже вот здесь в Израиле. Ну, давай сравним, как развивается в Израиле православие, как развиваются вот эти мессианские общины. Ну, даже сравнивать нечего. Сегодня в Израиле мессианские общины практически в каждом городе. Взять мой город. В моем городе, где я сегодня проживаю, нету ни одной православной церкви. Нет. Притом, не только канонической. Не канонической. Есть же, знаешь, как сегодня, даже русско-православная церковь. Есть там вот Московская патриархия, и русско-зарубежная церковь Московского патриархата. Есть те вот, которые не соединились. Здесь тоже есть в Израиле от их юрисдикций. Но у нас в городе нету ничего. То есть, знаешь, у нас даже тут есть и свидетели сторожевой башни. Вот ко мне недавно буквально заходили домой. Я у них попросил ихнюю библию, сторожевой башни, их него выпуска. Я прочитал там такие сплошные ереси. Ну, вот последний раз, когда он мне пришел, он увидит, что не получается меня взять. Он говорит, дай мне библию обратно, ты читаешь ее. Я говорю, нет, не читаю. Хочешь, я тебе верну? Верни мне ее. Ну, а ты ему не сказал, что ты православный? Я ему сказал. Я ему сказал, что я православный. Но он как зазомбированный, он не понимает ничего. И больше он ко мне не приходил. И 3-4 раза они являлись ко мне. Ну, домой, конечно, я их не впускал, как написано, что не пускайте на порог. Что не приносит учения. Да, на порог я их не пускал, да. А миссианские общины, ты мне спрашивал, сколько их численность. Ты понимаешь, они искренне верят. Я тоже так пытался вовлекать людей, везти туда, когда я там находился. А потом, когда я ушел, я остыл. То есть, мне вот этот благовестнический дух, то, что Игнатий Тихонович, он мне знаком. Я знаком с этим, когда ты горишь, ты хочешь благовествовать людям. То есть, я могу сказать, что они рождаются там свыше. То есть, у них есть, у них есть такое, как бы, горение по Господу. Но у них нет полноты вот этой церковности, полноты церкви. Поэтому они, как бы, засыхают на определенном этапе. И даже начинают и в благовестии своем вагорать на каком-то этапе. Смотри, вот как Господь все-таки устроил люди, независимо, где они находятся. Да, они вкушают вот эту сладость встречи со Христом. Как это все происходит чудным образом, а? Ну, ты имеешь в виду люди, которые там, да? Ты имеешь в виду люди, которые там. Да, которые там. Независимо, где они вообще находятся. Ну, если они узнают Господа, происходит что с людьми. Какое состояние. Оно везде одно и то же состояние. Хочется бежать и рассказывать о Христе. Вот. Вот именно что. У них, конечно, это там есть. Сказать, что нет, нельзя. Потому что люди там действительно начинают сильно веровать. И я же там же уверовал. Я же ведь уверовал не через православные ресурсы. Еще тогда, я тебе скажу, в каком я году уверовал. Я уверовал, я уверовал, где-то обратился к Господу в 2006 году. Мне тогда было 18 лет, а сегодня мне 30. Уже сколько прошло времени. Будучи находясь дома, я, значит, смотрел телепередачу, как одна телеведущая рассказывала про наркоманов, как вот они избавлялись от наркотиков, приходили к Господу. И, значит, как они избавляли. И меня это так тронуло, как бы, меня это так... А тогда у меня на то время какая-то такая была пустота духовная внутри. Я искал Господа. И при том, что у меня же отец тогда уже был верующий. Он ходил к баптистам. И я захаживал к ним. Но я не был, у меня не было веры. Я не был рожден свыше. У меня не было ничего. И вдруг тогда, в тот момент... Как Игнатий Тихонович говорит, если ты рожден свыше, ты помнишь тот момент, когда ты родился. В какой-то момент переломом. И все. И ты возродился. Я скажу, вот тогда был у меня тот момент. Вот это в 2006 году. Конечно, как Игнатий Тихонович помню свой день. И месяц я, может быть, не скажу. Но примерно я помню. Но я помню год, когда это было. Это как раз тогда телеведущая, которая вела эту передачу, она потом... Знаешь, как у протестантов так у них там принято? Помолиться молитвой покаяния, чтобы принять Господа Иисуса Христа в свое сердце. Ну, я искренне решил помолиться. И как я только помолился, это молитва покаяния. Один перед телевизором. Один, да, сидел перед интернетом. Помолился молитвой покаяния. И все. И я просто... Я просто... Слезы потекли с моих глаз. И... И я обратился к Господу. Это и было со мной. А потом, а потом, после... А потом, после этого, я уже начал искать собрание. Ну, так как мы... Почему я попал в протестантизм? Потому что мой отец тогда, он ходил. Он еще там, в России ходил. Он прошел, я... Он начал с адвентистов седьмого дня. Он там у них принимал крещение тогда, еще в начале девяностых. Попав на кружок по изучению Библии. Потом, после этого кружка, он принял у них крещение. И... И мама моя принимала там крещение вместе... Вместе с ним. Они вместе были на этом кружке по изучению Библии. А потом он тоже... И у баптистов было, пятидесятников было. Тоже у него шатание было здесь. В Израиле тоже он посещал. Разных мессианских евреев. Ну, а не кто баптисты, кто как. Ну, в общем, в основном, вот это вот... Когда в то время, когда я обратился к Господу, он посещал баптистов. Ну, и я начал тоже искать, где мне, как бы, как собрание верующих. Ну, видишь, в итоге у меня произошло духовное опустошение. Вот. Я не пришел, как бы, понимаешь, к этой духовной полноте. Вопрос в том, кто чего ищет. Чего тебе нужно было. Почему люди находят, а ты почему не нашел. Чего не хватало, вот так скажу. Чего не хватало мне там. Ну, вроде бы разобраться. Дух Святой у них есть. У них пребывает. Они веруют. Они исповедуют Господа Иисусом Христом. Не все. В этой группе вот у Олега Свата я вообще встретился, что никто не исповедует Троица. Для меня это было, конечно, для меня это было роковым решением. Но, как тебе объяснить. Я пришел к какому-то духовному опустошению. Я помню, какое-то у меня произошло духовное опустошение. Потому что я искренне, я ходил в разные собрания. Я пытался участвовать. Вот, ты знаешь, у них, не как у православных. Православные ходят только раз в неделю на богослужение. А у сектантов, у них там, у них почти каждый день. Ну, не каждый день, но хотя бы три раза в неделю есть. У нас есть понимание, я посмотрю, чтобы сейчас понял. У нас понимание есть о грехах. Да, вот оно так широко открыто. Там, видишь, там такого нет понимания. И, может быть, тебя останавливало то, что твой внешний человек делал то, чему противился внутренний, а ты не мог это объяснить. Может быть, тебе не хватало вот этого учения о страстях? Учения о страстях это мне явно не хватало. Явно этого нет. Я скажу, что это явно. Там люди также грешат. Хотя они читают Библию, читают. У них же там как? Есть это возрождение, есть это, да, когда встреча с Господом происходит. Действительно. Но дальше все, нету засыхания. Вот смотри, чревоугодие, там любостяжание, там к покупкам, вот такие вот, знаешь, пристрастия, там же есть. Там же не понимают люди. Совершенно не понимаю. Даже я тебе скажу более того. Вот сейчас у меня полностью идет переформат мышления. Я раньше вообще не... Я раньше, вот знаешь, особенно вот есть у баптистов, у пятидесятников, у них есть как бы два лагеря. Есть такие как бы более либеральные, которые вот там не покрываются, там женщины. Ну, в основном, конечно, все мужчины-то бреются однозначно. Там у них бороться сегодня не отрачивают. А у женщины есть два лагеря. Одни и то только на собрании у них принято. А так они ходят, по-моему, и без покрытия. И я раньше относился как к каким-то к ним, как к фарисеям. Я вот был в этом либеральном крыле, и я относился к ним как к каким-то законникам, фарисеям. Для меня это было, знаешь, какое-то как цепи такие, как сети, понимаешь, тебя сковали куда-то и все. Сейчас я наоборот, как бы у меня все в голове поменялось. И я наоборот вижу, что это полное распутство полное, ну, как бы срамота, то есть как бы нечистота. Вот. И это изнутри исходит. Люди, у них нету понимания, понимания святости глубоко нету. Ну, красятся все, то ходят, как, ну, этих женщин в джинсах ходят, там, в брюках, не покрываются, ходят. Грудь чуть ли не, у многих открыта, безобразие полное. У них же литургии совершенно нет. Теперь они свои собрания превратили просто в шоу, понимаешь, на сегодняшний день. Если ты посмотришь, это просто какой-то концерт. Ты думаешь, что ты попал на какой-то концерт. У них, наверное, вот эти их песнопения, это, наверное, у них два часа где-то их небогослужения, как они это называют. Теперь, час это где-то у них, они поют. Они как Агнатий Тихонович говорит. А смотри, они же приглашают таких профессиональных уже певцов, они действительно хорошо поют. Поют, просто заслушаешься, а люди идут как на концерт. Конечно, а поют, это что, профессионально поют очень хорошо. А потом у них идет час проповеди, когда проповедуют там пасторы, или там помощник пастора, или там бывает пастор в отъезде, значит, просит, чтобы кто-то там проповедовал, или там другого пастора присылают. Ну, в общем, вот так, сегодня, и уже будучи православным, я для себя открываю этот мир, знаешь, как бы я не могу сказать, что для меня все уже открылось, и я, все, открывается, знаешь, открывается, открывается. Ну, а так, а ты читаешь, что отцов там читаешь, или как, или слушаешь? Я читаю обязательно, для меня, я так этим увлекся, я накачал себе с предания.ру, там, в очень хорошем качестве. С предания.ру я закачал толкование Иоанна Златоуста, там, у него есть на Матфея, на... Я, прежде всего, хочу понять, как отцы толковали с самой Евангелии. Я даже пока еще не добрался до апостольских посланий. Я слушаю сейчас Иоанна Златоуста, у него там есть толкование, но я просто скажу, такая глубина и речи самой вообще, как и для меня очень назидательно. Вот. Для меня очень это... Я, когда принял крещение, они меня к себе позвали, значит, Алекс Ват, вернее, Владимир Скок меня позвал к себе. Ну, ты знаешь, ты с ним общался. Я сказал им, для меня открылась такая глубина святых отцов Иоанна Златоуста и толкование. А знаешь, что он мне ответил? А я привел там какое-то мотолкование, там, как Иоанн Златоуст толкует заповеди блаженств. А он мне как ответил? А я так же понимаю. Ты знаешь, он говорит, я так же понимаю. Он такой искусный в слове, за ним легко можно увлечься. Я так же, говорит, понимаю. Так и в чем, говорит, разница? Когда, если я, говорит, так же понимаю, я могу обойтись без этого Иоанна Златоуста. Зачем он мне нужен? Так же, говорит, понимаю. Ну, ты начитался их, и вот так ты их понимаешь. Конечно, так ты их понимаешь. Потом они мне все звали обратно. И один раз я говорю, хорошо, я к вам приду, но я буду, я буду зачитывать, я буду читать. Вот вы читаете вот это, ну, местописание и толкуете его сами, а я буду читать толкование святых отцов. Ну, и как-то, как-то разбирать что-то святые отцы толкуют. Ну, если что-то будет мне сказать. Я попробовал. Конечно, мне хватило это на один раз. Они мне чуть ли не знаю. Олег Сват, он просто меня остановил посередине, он просто прервал меня. Он просто какой-то был в ярости. Я не знаю, у него, он, в конце, что мне Владимир Скотт сказал? Слабенькое толкование Иоанна Златоуста. То есть, понимаешь, у них слабенькое. То есть, слабенькое толкование, получается, он превознес свое понимание. Он превознес. Конечно. Я больше к ним не захожу. Все. Я как вышел оттуда. Мне жалко, конечно, Александра Адрусенко. Дай бог, конечно, прозреть. Может быть, на каком-то этапе он увидит. Но сейчас он, конечно, не видит. Он пытается подкапываться под Игнатия Тихонова и ищет. Это все они там всем этим занимаются. Там епископа нету, того нету. Это все их это. Он просматривает беседы Игнатия Тихоновича. Потом он вводит в поисковики имя этого человека и пытается выйти на него на беседу. И он потихонечку начинает работать. Он сразу как бы не начинает. А, православие, а мощь, а то, то, то. Он постепенно начинает работать. У него есть тактика. И постепенно он начинает затрагивать те больные точки, там, мощи и так далее. Он начинает это трогать. И все. И начинает наталкивать человека. А что, это истина, что ли? Это что? Это церковь, что ли? И все. И так постепенно он начинает вводить. Господь-то он на сердце кладет. Но я не знаю, ревность. Существует уже ревность. А Господь даст такое, что ночь спать не будешь. Надо бежать, что-то делать для Господа, для православия. Потому что, если не мы, то кто? Вот сейчас лозунг один должен быть. Если не я, то кто? Ну да, то и получается. Когда священникам-то, по сути, они в целом своем, многие не наемники. Да, они как бы не... Они пришли, они пришли до 30 лет рукоположенные. Они не успели даже поработать где-то, нет ни профессии, ничего. Сейчас их чуть и... Они же все боятся чего самого главного? Почему они все такие раболепствуют? Они боятся и обличать, и не боятся. Они всего боятся. Они просто требуют исполнительные. Они боятся. Самый главный их не страх, это что их запретят, что их лишат сана, их выгонят. И все, их оставят в один день, а за порогами храма их оставят на улице. Я сделал такие выводы, но если это так, если практически каждый священник этого боится, это его основной страх. И он даже едва ли готов в этом признаться. Зачем мне это надо? Если бы я, допустим, даже был готов быть священником. Зачем мне это надо? Я столько работал, скажем, на церковь, столько работал, столько... Вдруг в один день меня просто выгоняют, да, допустим? Вот, даже было вот, у отца Геннадия Фаста, его практически чуть ли не лишали саны. Уже не хотел причащать... Он был ревнителем в свое время, он не хотел даже причащать и безбородых мужчин. Не хотел. Ну, он же ученик Агнатий Тихонович. А потом, когда это дошло, его даже одно время отстранили. Его не запретили, но отстранили. И он что писал, даже там есть статья? Ну, он по ревности. Он пишет, я же по ревности это все делал. Но эта ревность никому не нужна. И потом он как бы... Ну, как бы... Ему пришлось извиниться, его вернули обратно. И я так понимаю, после этого он уже не стал это делать. Я узнал насчет него, как бы, как он ведет свою линию сейчас. Ну, вроде он... Он как бы так. Он ведет так. Он не как Агнатий Тихонович. Агнатий Тихонович, все, ты безбородый, все. Никак будешь при творе стоять, пока ты не поймешь. А пока ты как бы будешь соглашенными. А у него... А у него так. У него... Он возвещает истину. Он говорит, что мужчина должен... Вот образ мужа, Божьего должен быть так. Образ женщины должен быть так. Надо помолиться, и Господь откроет, что делает. Я иногда, знаешь, мне хочется вообще все бросить. Я говорю, не хочу ничего. А утром дух так делает. Понимаешь? Я просыпаюсь, все, меня рвет. Меня рвет на пустыне. Отключать интернет. Надо общение какое-то. Люди, все, люди, люди. Господь, дух святой покажет все. Аминь. Конечно. Это как вот у Иеремии было. Вспомню пророка. Он тоже остыл. А потом его в костях, это Господь его, загоревал его. И он не мог. У него где-то там есть. И он опять снова его... Он вроде бы... Руки опускаются. Ну, что я бы обличать? Что? Ну, ничего не выходит. Да, и... А тем более в православии работать. Они сейчас на меня смотрят, на какого-то... Я же понимаю, они там на меня все смотрят. Там Владимирского. Они же все это обсуждают. Они смотрят, как на... Допустим, на меня, но как на какого-то потерянного. Что ж ты туда пошел, это православие? Кого ты там... Что-то там возродишь. И что-то там сделаешь, да, как бы. Ну, что? Когда все люди мертвы, многие даже... Люди не понимают вообще в общинной жизни. У них все это закрыто. Ты им сейчас скажешь, а они скажут, что это какое-то сектантство. Что ты это говоришь? Это нет никакого понимания. Но надо работать. Надо работать. А Гнати Тихонович Капаренко. Работать. Все есть. Все это пробуждается. Все это просыпается. Важно, чтобы люди слышали. И увидишь, как люди пойдут потом. И общение появится. А появится, появится. Вот в Америке там лучшая ситуация. У нас здесь на русскоязычном пространстве почему-то хуже все это работает. Вот понаблюдаю. Но я не знаю, конечно, как это в Англии с ним больше владеть надо. Но все равно маломальски можно там что-то смотреть, литургии, как у них проходит. Вот я наблюдаю даже вот русская православная церковь за рубежом. Вот у них как-то больше там что-то такого происходит. У меня батюшка Архимандрит, который крестил, он, получается, уже 4 года здесь живет в Израиле, в Иерусалиме. Приехал с Украины. Он сам из Московской Патриархии просился в Израиле на Святую Землю. Ну, его отослали. Но он... Вот там их 4 священника. Да? Вот какая ситуация? Вот при храме 4 священника. Там от русско-зарубежной церкви при Московской Патриархии осталось именно от русско-зарубежной церкви 2 храма. Вот из этих 4 священников, они там все архимандриты, но не все. Их, получается, 2 архимандрита. Один начальник, другой. У него звание архимандрита, который меня крестил. Но он как бы не начальствующий на духовной миссии. И другие 2, они просто как иеромонахи. Вот. Они вообще никакие. То есть, они... Каждый какой-то своей жизнью живут там. Вот я спрашивал с ним. Один из всех, он более-менее общительный. С ним можно пообщаться в хиле, чай попить после литургии. То есть, я спрашивал по других. Он говорит, один вообще там, он говорит, с тобой дистанцию такого будет держать, он даже тебя к себе не подпустит. Другой, он молчаливый как рыба, с него слова не возьмешь. Третий, третий там, этот начальник духовной миссии, так он там весь деловой там, ему там не... У него бизнес, да? Ему не до этого. И он получается вот этот один священник. Представляешь, даже сейчас к нему люди севера с Израиля приезжают, крестятся у него, венчаются у него. И казалось бы, что там люди вроде бы там не находят таких вот священников. Но при том, этот священник, он настолько держится вот этой монашеской жизни, как вот устой, как это идет монашеская жизнь, да? Вот я ему говорю, давай вот, давайте разбор писаний, вот с толкованием святых отцов что-то, вот вы там знаете, люди это... Он никак вообще даже на это не идет. Он говорит, что это, куда ты меня толкаешь, куда ты меня вовлекаешь. Смешно, да? Да, они как, вроде общаться, чай попить, пожалуйста, все, дальше, все, дальше. Рождается новое, новое православие рождается, причем вот последние, я не знаю, 2-3 года, оно только, знаешь, оно еще колыбели. Я думаю, вот сейчас новое поколение, вот это, знаешь, ну вот пример, как Атриум, вот ребята там тоже, и сейчас много вот таких организаций везде, и в Москве, и в Питере есть, и по другим городам, я думаю, все-таки будет, должен какой-то всплеск быть, ну хоть как-то, ну что же, ну совсем что ли не сопротивляться, нас пожирают. Ну да, получается, получается так оно и есть. Только показать себя не так, а как мне показалось, знаешь, в чем в Атриуме, как бы минус, они очень много занимаются как бы противосектантским, и очень больше показывать, как бы менее, оставить их в покое и больше показать глубину православия. Это, понимаешь, это самый легкий путь. Они вот хотят из противостантизма просто вывернуть людей и привести их, ну уже верующих людей. Так это же легкий путь получается. Ты найди на улице, как говорится, критихизируй его, научи его, покажи ему Христа, и вот так надо делать. Ты правильно заметил, так оно и должно быть. На улице вот так, как Игнатий Тихонович, как вот поступают вот они, Сергей Пупков, Игорь Дебунов выходит, так вот раздают. Ну примерно, может быть, другую методику какую-то избрать. А также людей прямо из меры вести. И эти свидетели сторожебожнения, они прямо по улице идут. Я даже когда в Юрославе жил, я их там встретил, я как-то вышел на улицу, и вдруг напротив меня две женщины идут. Они прямо вот так вот в меня уперлись, и все. И первый вопрос, ну как, знаешь, как они начинают, что ты там думаешь о счастье, счастливую жизнь, там как у них вопрос, это первый у них там, как это человек это приманить к себе. Они на каждом пути, они идут, они по двое вон ко мне пришли домой, да чтоб православные ко мне пришли домой, я бы их домой бы впустил. Ну где это самое такое, мы должны... Найдите их православных, да? Да, и получается, получается, в жизни-то в православных сегодня нет, поэтому Игнатий Тихонович вроде бы ведет хотя бы этих привести, чтобы хоть как-то, ну, жизнь какую-то вести в православии. Невозможно всего удержать людей. Сатана, понимаешь, он, Сатана, сегодня работает над православием. Ты посмотри, Господь дает вот это возможность образования вот этих всех организаций, да, протестантских, там, и всевозможных, всевозможных. Православие невозможно это сделать, потому что Сатана работает только над православием. Все на все другое он глаза закрывает. Это ему не нужно просто. Сейчас цель его уничтожить православие. Ну, это все верно, все получается, так оно и есть. Тут теперь у нас еще вопрос другой, когда есть и экуменизм, и сближение с католицизмом, но мы видим, что католики живут совершенно другую жизнь, и у них все совершенно по-другому. И это все тоже, как бы, накладывает свой отпечаток. Вот, и... Ну, католики, я не знаю, я, допустим, церковью не могу их назвать уже, потому что настолько уже ты не следишь там за этим, за папой. А как можно назвать? Как, когда под Игнатия Тихоновичу надо показать, ну, хорошо, рукоположение, пускай, ладно, ну, хорошо. Но ведь Иуда тоже, Иуда тоже был избранный, но он, но он отошел, он отошел от жеребия, так сказать, священства. Ну, ну, кто-то может отойти, но в целом Господь сохранит остаток священства. Ну, Игнатий Тихонович, как бы, это не признает. То, что вот оно, как бы, нерушимо, ну, оно не... В целом оно нерушимо, что совсем оно не испарится, а это так будет. Но в целом кто-то может отколоться. Почему это не признать? Вот, ему надо признать, что папа римского с рогами, он там и есть фотография, где он просто вот так вот рога выставляет. Ну, даже патриарха Кирилла в такой фотографии нигде не найдешь, чтобы он рога выставил вот так вот и все. Игнатий Тихонович, ну, это просто прислать и показать ему, ну, куда дальше? Ну, потому что Игнатий Тихонович, у него принципы житейские есть. Он говорит, что я не отказываюсь от своего мнения. Понимаешь, если он однажды что-то сказал, заявил, то это железо. Ну, дай по... И он вот такой вот, он принципиальный вот такой человек. Даже это и будет неправда, и он идет за своим словом. Конечно, от всего этого надо отказываться. Ну, да, и он получается такой, он меж, как бы, он получается меж, он этими, он как бы меж православными и католиками его нигде не уловить. Он как бы, его даже, как говорят, кто-то его и за сектанта примет, кто-то его и за, не знаю, за православного, кто-то так. Вот такой вот он себе образ создал, понимаешь. А я не знаю, здесь, может быть, он думал над этим. Может быть, действительно, это Господь так его надоумил вот так вот поступить. А вот потому что вот такой вот неуязвимый получился он. Да. И причем попробуй еще что-нибудь винить ему. Ну, это... Ну, Геннадий, да здесь же вот так вот нет, все, и я не спорю, и все, хватит. Да, вот, и поэтому мы говорили до этого о Сергее Лене. Что сделал? Сергей Лене начал с ним вот эту полемику, а с Игнатием Тихоновичем бесполезно, ты его не переубедишь. И Сергей Лену напоролся на него, то и все. А последнее было то, что он что-то мне там хотел ответить, и Игнатий Тихонович просто ему не дал, им все, он его оборвал, говорит, все, и Сергей, замолчи, и все. И он обиделся на него, и он вышел. И больше после этого он не заходил. Вот, и поэтому я вижу, что с Игнатием Тихоновичем ну никак, вот. В чем полезен нам Игнатий Тихонович? Он человек с большим зарядом, понимаешь? Он может тебя зарядить. Еще таких людей надо поискать. Он человек, он как будто он неутомимый, понимаешь? Он хоть и вот, но он неутомимый. Он может тебя зарядить на то, чтобы общину тебя образовать. И эти люди нужны. Я читал его переписку с, был такой протеерей, Лев Лебедев. Может быть, ты читал с ним переписку? Не помню, он уже умер в 98-м году. Что он сказал об Игнатии Тихоновиче, говорит? Он ему писал в переписке, что у тебя, говорит, Игнатий Тихонович, есть врожденный дар слова от рождения. Это я согласен. То есть, чтобы Игнатия Тихоновича мотивировать, людей создавать, ты должен уметь говорить, должен уметь людей убеждать. А Игнатий Тихонович умеет это делать. Если бы он не умел убеждать, он не мог бы никого приводить в православие. Поэтому у него это есть. Ну, смотри, допустим, есть сейчас в группе у нас Сергея. Вот есть Сергей Игнатов, вот у меня в друзьях есть. Да, и вот сейчас кто у меня есть? Вот Наталья Усатая, которая постоянная. Анастасия, которая вот-вот должна принять крещение. Она там нашла священника, который ее может крестить полным погружением, слава Богу. Валентина Сортисон, который знает лично Игнатия Тихоновича, тоже принимал крещение в 2008 году. Ну, еще вот Сергей Ирин, который выбыл сейчас из общения. Ну, вот Ник Скляренко, который вроде бы не заходит, он в Австралии живет. И люди не могут образовать вроде бы этого. Они могут. Вот, а Игнатий Тихонович, он смог. Он смог это сделать. Пусть там все не идеально, и все как бы не так, да, как бы выглядит. Но он же смог это сделать. У него же получилось. И поэтому этот опыт надо перенять. Потому что сегодня нет этого опыта у многих православных. Они не понимают, что такое общинная жизнь. Они не могут тебе дать этого заряда на образование общины, на сплочение людей. Не то чтобы, знаешь, даже не то чтобы организовать такое. Там кто-то, вот Анастасия, да, на которой вот она вот в иудейской общине была. И вот она хочет вот тоже вот из города в поселенческом жить. Ну, ладно, если это удастся и сделать, пожалуйста. Да хотя бы организовать в городе группу по общению, изучению Слова Божьего, чтобы каждую неделю собраться вот так вот, да, и поизучать Писание. Хотя бы это, чтобы было. Уж не группу. Хотя бы попробуй одного приведи человека и удержи его на месяц, на два. Ты понимаешь еще, что какое дело, что вот сектанты не понимают? У них нету опыта церкви. Они хоть там что-то и пытаются строить, но опять, как Александр Мень правильно говорил, они пытаются изобретать велосипед. Вот смотри, у нас есть жития, у нас есть огромный опыт святых отцов. Допустим, вот жития Иоанна, какой Иоанн Златову закончил, да, свою жизнь, потом как другие. Ведь сколько было подвижников, против них восставали, их-то изживали, даже внутреннее окружение церковное. То, что их окружало. Серафима Саровского, монахи, он как тоже гнали его, и пинали, и завидовали, ненавидели его. Да, вот. И то, что было в истории, потом и церковь проходила, и через государственность, когда государство пыталось пленить церковь, и всякое было, правильно бывало, но церковь сохранялась. И у нас большой опыт, мы можем исчерпывать оттуда, и не делать эти ошибки. А они, сектанты-то, не признают этого опыта, они не хотят этого опыта, они толком не читают об этом. И потом им теперь нужно изобретать велосипед. Любой организм имеет свою историю, жизненную историю. Так и церковь, она, мы видим ее историю. Не всегда она такая привлекательная, но она есть история. У протестантов, где она, если вы покажите, историю церкви вашей, где она, ее нет. Да, конечно, нет. Это было одним из факторов, чтобы мне выйти. Я это увидел четко, и все, и я вышел. Я сегодня питаюсь, я слушаю толкование Иоанна Златоуста. Насколько это все... Да даже сегодня никакой пастор не может сравниться, насколько Иоанн Златоуст, насколько он толковал Писание, насколько он говорил. Его, знаешь, как он всегда заканчивал свои эти беседы, толкования, то ли проповеди. «Благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа всегда, ныне, и пресно». Ну, как-то так, да, и во веки веков. Аминь. Да никто, ни один пастор, никогда даже такими выражениями не будет. Это приветственная молитва у монахов. Монахи, когда друг к другу приходят, встречаются, они вот этой молитвой приветствуют. Ну, ты видишь, ничего этого нет. У них скудость. Они даже... У них этого ничего нет. Но что там говорить? Ничего нет. Это вся беднота. Что они там цепляют? Ну, все, брат, давай. Был? Ну, давай, брат. Рад был с тобой познакомиться. Да, встретились. Ну, будем общаться. Господь, если благословит. Если благословит, да. Давай, брат, храни тебя Господь. Все, с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok